Сохранить память о войне Сохранить память о войне нынешнее поколение должны помнить о подвигах героев-фронтовиков во славу страны. Об этом министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил в ходе личного приема граждан в Доме правительства. Это был ответ на предложение помощника военного комиссара Ростовской области Александра Москаленко о проведении в мае 2020 года в городах воинской славы акции клятва памятью на армейцев перед ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. «Наша задача заключается в том, чтобы память не канула в лету бесследно, чтобы следующее поколение знали историю, берегли традиции и передавали их преемникам», убежден глава военного ведомства. При этом он подчеркнул, что неправильно было бы приурочить патриотическую акцию к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а затем забыть о ней. «Это работа, которую надо вести постоянно и повсеместно», заявил Сергей Шойгу. И напомнил присутствующим, что сейчас в парке «Патриот» создается Межшкольный центр патриотического воспитания Москвы и Московской области. «Такие центры мы считаем важным и нужным создавать в каждой области», отметил он. По словам министра обороны, в этих центрах подростки смогут не просто получить начальную военную подготовку, но и изучить историю страны на примере подвигов отцов и дедов. «Кроме того, Сергей Шойгу высказался за то, чтобы в движении юнормия патриотическая работа также проводилась планово и предметно. Очень важна и ежедневная кропотливая работа. Это то, что требует пристального внимания старшего поколения. Поэтому мы, с одной стороны, поддерживаем то, что вы предлагаете. А с другой предостерегаем, чтобы это не стало разовой акцией», пояснил глава военного ведомства. В ходе личного приема генерал армии Сергей Шойгу передал внучке погибшего в 1945 году командира 1137-го легкого артиллерийского полка подполковника Ильи Греля удостоверение к ордену Ленина и двум орденам Красного Знамени, которыми офицер-артиллерист был награжден. На территории главного храма вооруженных сил РФ в Подмосковном парке «Патриот» создается музейный комплекс дорогопамяти. Наталья Грель в свое время обратилась в Минобороны России с просьбой разыскать информацию о родственнике и его наградах. В Главном управлении кадров выяснили, что одним из орденов Красного Знамени подполковник Грель был награжден за два дня до гибели 28 марта 1945 года. Награждение вторым состоялось еще позже 30 апреля. А 31 мая 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР Грелю Илье Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Мы о вашей просьбе осведомлены. На наш взгляд, вполне естественно заботятся о том, чтобы и ваши дети, и правнуки таких легендарных людей, как ваш дедушка, помнили о том, что ими было сделано, что свершено, какие именно подвиги во славу страны, отметил Сергей Шойгу. «Подчеркнув, что знает мало людей, практически в течение месяца получивших два ордена Красного Знамени, я с удовольствием вам передам удостоверение о наградах вашего дедушки. А кроме них, еще то, чего у вас нет? Нет, потому что хранилось в Центральном архиве Минобороны», — сказал министр, вручая удостоверение и копии документов о боевом пути подполковника Греля. «Это фактически личное дело вашего дедушки». «Здесь все выписки из приказов, карты операций, в которых принимал участие ваш дедушка, боевой путь его полка с апреля 1942 по август 1944 года». «Почитайте, посмотрите, это для вас», — сказал глава Минобороны. Затем Сергей Шойгу рассказал Наталье Греля о музейном комплексе «Дорога памяти», который будет создан на прихрамовой территории главного храма Вооруженных сил РФ в Подмосковном парке «Патриот». По словам главы оборонного ведомства, память о подполковнике Илье Греля будет увековечена в этом комплексе наравне с памятью о еще 33 миллионах соотечественников, носивших в годы Великой Отечественной войны шинели до бывших победу. Мария Томиленко, «Красная звезда». Мария Томиленко, «Красная звезда»